здравствуйте интересное видео появилось в сети там бывший сенатор раул арашуков который сейчас приговорен по жизненному заключению за организацию нескольких убийств там отец вот тоже приговорен по жизненному заключению двадцать втором году в конце там из видео особо ничего не понятно давно показывать что-то говорить там кит но там есть комментарии к этому видео что он пытался дать рашуков взятку что он хотел как пишут хотел неограниченное число свиданий во всяком случае больше чем всем остальным заключенным и чтобы он мог выбирать сокамерников которые будут с ним сидеть но у него ничего не получилось давайте сначала посмотрим это видео это помнишь изначально ну а там я не знаю сколько не очень понятно что там происходит какие-то знаки что показывают что-то говорят потом мы видим деньги считают давайте об этом случае мы поговорим с лидером движения гулаг-инфо денисом солдатовым здравствуйте денис что мы такое видели что это видео что это значит ну на самом деле можно предложить несколько версий произошедшего первая версия это то что ну сыграл традиционный кавказский менталитет что давайте буду сидеть не так как все но менталитет и кавказский всех достаточно обеспеченных людей до бывает он в исправительных учреждениях играет свою роль многие скажем так непростые люди сидят очень комфортных условиях ну господина рашукова тоже захотелось посидеть вот именно так это первое второе но желание чтобы услышать все скажем так получить много звонков больше чем вам положено но тоже очень сложно и потому что эти звонки все отслеживаются записываются и это было бы как бы известно скорее всего скрыть этот факт было бы невозможно поэтому сотрудник уфсин скорее всего не стал связываться потом есть такая определенная практика что сотрудники уфсин в некоторых учреждениях скажем так имеет двойное подданство они и сотрудники уфсин и сотрудники фсб вполне возможно ему попался такой сотрудник который как бы своим долгом посчитал что надо господину арашукову прибавить его кого по жизнему сроку еще 15 лет лишения свободы ничего страшного ну по большому счету коррупция структуре уфсина было есть к сожалению наверное останется никуда от этого не деться то что единичный случай когда выявляется попытки каких-то взяток там проносов либо еще что-то каких-то взятки за улучшение условий как данном случае но можно только приветствовать скажем так поэтому я могу только приветствовать такое событие все должны в тюрьме сидеть абсолютно одинаково не должно быть ни кривых ни косых не блатных не зеленых все сидят одинаково рауль арашуков сидит пожизненно вот за это преступление ему грозит еще до 15 лет сколько будет к пожизненному прибавить 15 прибавим вместе так и останется пожизненно я думаю что вот это видео которое разошлось очень широко по всем ресурсам все практически об этом это показали об этом сказали это знак это знак а ведь давайте вот как говорил денис есть у нас взятки немножечко все-таки до работники в сил иногда не хотят через себя перед переступая но все-таки деньги берут им стыдно за это но они все-таки берут и иногда большие суммы даже может как бы у них это рецидив они не один разберу даже в систему может быть входят входят то есть бывает такое но здесь записывают задерживают вместе с адвокатом и показывают на всю страну это по всей видимости какой-то знак только другой вопрос кому знак кому знак понятно что кому знак тот поймет а мы должны просто увидеть и понять что закон торжествует вместе со справедливостью что арашуков будет сидеть на общих основаниях как и другие сидят без всяких поблажек что конечно же вселяет некую некую надежду что закон все-таки работает для всех но я все-таки думаю что это знак а вот кому знак это уже вопрос другой мы будем следить за этой ситуации смотреть наблюдать что дальше происходит а пока что до свидания если что свои мнения напишите в комментариях по вашему что это значит вот это видео